Завершить строительство объектов, долгостроив к первому сентября. Такое распоряжение дал в Рио главы Дагестана руководителям муниципалитетов. Речь идет о школах и спортзалах, которые должны были сдать еще более пяти лет назад. По инициативе в Рио главы республики Владимир Васильев в рамках программы развития образования из федерального бюджета Дагестана выделили более 400 миллионов рублей. Сейчас на объектах идут завершающие отделочные работы. Подробности у Ульяны Парчуевой. Уже в сентябре в стенах этой школы появятся первые ученики. Завершение ее строительства здесь ждали в восемь лет. Село Иминхюр – одно из самых крупных в Солеймонстальском районе. Единственная школа, построенная в 1966 году, обзешала настолько, что находиться в ней было небезопасно. Тем острее была необходимость в новом учебном заведении. Предусмотрено все. Вы убедились, хороший актовый зал, светлый, на 220 человек. Хорошая кухня, то есть организован пищеблок хороший. Привезены и холодильные установки, и печи. Осталось в несколько классов докомплектовать, привезти компьютеры. Школа должна быть не только современной, но и безопасной, уверенной в местном управлении капитального строительства. Солеймонстальский район является сейсмически активным, что и учитывалось при строительстве учебного заведения. Сейсмопояс позволит ему устоять даже при сильных толчках. Был разработан проект на смену документации в соответствии с 9-ми базовой зоной сейсмики. Было время, когда все захватывали земли. Ну, спасибо, можно сказать, коллективу этой школы. Они сохранили свою территорию. Здесь 1,6 гектара земли сохранилось. Достаточно для этой школы. Школа в селе Эминхюр рассчитана на 440 ученических мест. В целом же завершение строительства долгостроев позволит обеспечить ученическими местами более полутора тысяч детей по всему Дагестану. Завершение объектов, которые возводились более 10 лет, находится под личным контролем в Рио главы Дагестана Владимира Васильева. На реализацию программы развития образования выделено 456 миллионов рублей. Проблем очень много, потому что проекты этих учреждений разрабатывались достаточно давно. В них надо вносить изменения соответствующие. Они уже не отвечают современным требованиям Санпина, требованиям Роспотребнадзора, МЧС и так далее. Поэтому это направление работы, оно, конечно, для нас очень важно. Я думаю, в последующем это тоже для нас было бы очень хорошим, так сказать, вот таким первым шагом, этапом. Новый учебный год в новом здании также встретят ученики Цумадинского и Табасаранского районов. В селе Гильхен Кураховского района поюма школы на 100 мест откроют новый спортзал. Спортивный комплекс появится в городе Хасавюрте. В школах Кизляра и селения Таловка появятся дополнительные корпуса. Поюма завершения долгостроев в Дагестане появится ещё шесть новых школ, которые призваны разрешить проблему третьей смены. Леана Парчуева, Руслан Салихов, Гасан Байрамов. Время новостей.